Мы разберем ошибки и нелогичности, на которых в классической логике основано понятие логический квадрат. Ну, кстати, я не думаю, что там есть ошибки и нелогичности. Вообще, в принципе, я вообще не особо доебываюсь к самой формальной системе логики. Для меня логика представляет проблему только в том смысле, что у меня есть возможность предположить, что эта логика никакого отношения к реальности, короче, не имеет. То есть, и для меня это большая проблема, да, то есть, непонятно, какого хуя мы должны с помощью логики спорить, если, соответственно, она не имеет никакого, блядь, отношения к реальности, да. То есть, если самый первый закон логики, закон тождества, ой, да, закон тождества, для реальности полная хуйня. То есть, да, вот этот предмет, любой предмет, который есть, он изменяется. То есть, А не равно А через буквально одно мгновение мысли, буквально, да, мы не успеваем подумать, что А перестало быть равно А, а оно уже перестало быть равно А в таком абсолютном смысле. То есть, да, и логика работает исключительно с общими понятиями. А статус общих понятий, как известно, ну, представляет предмет интересов разных шизофилософов, которые нередко говорят, что да, общие понятия на самом деле существуют, блядь. Но некоторые здоровые люди говорят, что не существуют, и поэтому, честно говоря, непонятно, да, как вот логика с истиной связана, кажется, с виду, что никак, соответственно. Вот. Ну, Фартамас, вот логика имеет к реальности, на мой взгляд, такое же отношение, как и счет древних шизофилософов. При этом это хорошая формальная система, и применять ее для решения разных формальных задач хорошо. И для нашей человеческой жизни, например, решение формальных задач, там, например, не знаю, экономического характера какого-нибудь, дискурсивного характера имеет место, но относительно истины, ну, относительно истины, например, хуй его знает. То есть, шаблонов нет, каких шаблонов, в смысле шаблонов. Вот. Относительно истины, о чем философы обычно и спорят, да, о чем они дискутируют. Вот применять логику в этих областях, например, кажется, ну, категорически сомнительно, потому что, ну, у нас нету такого примера, когда с помощью логики была открыта философская истина. Вот формальная истина какая-нибудь, ладно, похуй, здесь мы допускаем это, вот, и даже спорить с этим просто я не стану. Но вот философская истина не была открыта, кажется. Что вообще взяли, что с помощью логики имеет смысл логику доказывать, это, во-первых. Ну, и во-вторых, да, у вас критерия базового образа. Ну, изначально нет никакого базового критерия. Все, вы в ахуе, и никак не доказать, скорее всего. Может быть, как-нибудь и можно, но что-то похоже не с помощью логики, явно. Явно, если вы с помощью логики будете логику доказывать, это будет нихуя неубедительно и больше похоже на какой-то сектантский бред и так далее, и так далее, и так далее. Ну, да, критерий выпадает. И где его добыть, непонятно, на самом деле. Если бы это было так просто, люди бы очень быстро переставали быть скептиками, но скептицизм существовал на протяжении всего существования античности, ну, и парадически появлялся в разных, соответственно, ну, в разных мировых, собственно, регионах, там, не знаю, в Индии. Были скептические направления среди первых шраманских философов. Ну, потом, правда, везде скептиков сожрали, так или иначе. Причем, я думаю, реально, буквально сожрали, выдавили. Вот. То есть, люди не переставали быть скептиками, потому что они в чем-то убеждались. Ну, их просто выдавливали. Вот. Можно доказать логические теоремы, которые подтвердятся эмпирически? Ну, уже с эмпирическим критерием тоже проблема, Фартомас. С эмпиризмом, он не менее, как бы, вопросики имеются. Соответственно, можно ли вообще с помощью эмпиризма хоть что-то познать в достоверной степени? Ага. Так что тут такое. С логикой тоже вопросики есть. Да и более того, судя по всему, они просто тотально, эмпиризм и логика не особо соотносятся, потому что вы все равно должны переводить на язык общих понятий, и тогда только у вас законы, законы типа тождества, непротиворечия и всего остального будут, блядь, хоть как-то работать. Да. Ну да, ну да, это очень удобно жонглировать значениями понятий. Нормально. Ну, вообще, вообще это норма, все люди всегда ими жонглировали. Ну, как бы, это очевидно, это родной, стандартный язык, язык образов. Все ваши формальные системы полная, выдуманная, ни на чем не основанная, идеалистическая хуйня, Фартомас, да. Просто сектанский бред, чтобы вы понимали, да, вот как бы. И то, что вы запрещаете людям в кавычках жонглировать значениями понятий, ну, то есть общаться так, как люди общаются обычно, ну, это тоже сектанская хуйня на самом деле, да, никаких обоснований для нее нет, и быть, что самое главное, вероятнее всего, и не может. И в этом самый плохой, самый большой вот нюанс, понимаете. У вас есть какая-то абсолютно недоказанная хуйня, абсолютно недоказанная. Но очень важно делать вид, что она, как бы, работает, и что в ней все хорошо получается, и что она дает какой-то импакт для нашего познания. Ну, это тоже сомнительно все. А спокойно производить все необходимые логические вычисления. Ну, типа, KitPax правильно дописал. Ну да, ну да, очень удобно придумать систему доказательств, и ее нихуя не доказывать. Просто вот она есть, и все. А все остальные системы, ну, типа, вообще, типа, их нет, короче, не обращать внимания. Пользуя простой язык форму. В данном случае одинаковое наполнение колонок 3 и 4. У нас есть дохуя всего, кроме логики, в этом тоже проблема. Ага, просто из-за того, что мы логические догматики, ну, так вот, среди философов получилось, что большинство философов, там, рационалисты, шизо-рационалисты, короче, веруны в рационализм и логику, да. Ну, альтернативы, все остальные были приглушены. Или, если они и имеют место, то они всегда находятся во власти логики, так скажем. Притом, такое было не всегда. В античности такого, например, не было. Да, были платоники, были перепатетики, были стойки. А остальные, по большей части, логику нахую вращали. И, соответственно, ну, как бы, это было им не особо интересно. Заниматься шизо-логикой, шизо-идеалистических школ, которые постулируют существование идей, форм и какой-то другой идеалистической хуйни ради того, чтобы вся их система имела хоть какую-то онтологическую подпорку. То есть, понимаете, в чем дело-то, да. Все вот эти вот универсалистические способы решения вопросов об общности терминов, они заключаются в том, чтобы онтологически оправдать логику. То, что логика, это на самом деле, она имеет дело не просто, она не просто не имеет дело с реальным миром, да. Она имеет дело с миром, но более реальным, чем наш собственный. И поэтому закон тождества, он вот там вот в мире идей, там, или в мире форм уже, он соблюдается. Да, Маркус, там же все просто, блядь. Я не знаю, я понимаю, что у людей, которые помешаны на логике, у них нет представления о том, что такое сомнение, в принципе. Для них сомнение это категория, которым принципиально непонятно. Это исторически обусловлено, да, тем, что логикой преимущественно занимались всегда радикальнейшие догматики. И самые, короче, помешанные на догматизме, в общем-то, люди. На таком, причем, самом идеалистическом, самом шизофреническом. Всякие там Платоны, Аристотели, Фомы Аквинские и прочие, соответственно, ну, как бы, ребята, у которых, ну, крышечка, она, короче, была поехавшая, по большей части. Вот. И эти же люди обычно и фантазировали всякие там миры идей, миры какой-то хуйни там и так далее, и так далее, и так далее. Но я же здесь подчеркиваю, да, дополнительно, что без мира идей, без мира формы, без всей вот этой вот хуйни, которую они фантазировали, логика это просто, ну, такая, знаете, прикольная система, которая иногда может находить применение, например, в создании компьютеров, да. Ну, нам удобнее, не знаю, организовать некоторые элементы работы компьютера вот таким вот образом. Потому что мы понимаем, как это работает, нам просто с этим взаимодействовать. Не потому что это истина, да, она будет работать, а потому что нам просто проще с этим будет взаимодействовать, понимать, программировать, например, задавать что-то и так далее, и так далее, и так далее, да. То есть практическое использование. И можно использовать внутри формальных систем, но к истине все это не имеет никакого отношения, опять же, да. Все просто. А если имеет, это надо доказать. Но никто этого, блядь, опять не доказывает, потому что это просто аксиома. Это просто, блядь, аксиома. Это просто, блядь, типа, я не знаю, бог есть. Ну, короче, даже не просто аксиома. Это настолько, ну, блин, это настолько глубокое верование, что люди его даже, ну, у них просто, блядь, в голове какая-то вот взрыв мозга появляется, когда их говорят, чел, а это бы неплохо было бы, ну, просто доказать, что это неплохо использование. Блядь, да как доказать, как это сделать, зачем, блядь, зачем доказывать, ничего доказывать не надо. Что, значит, это надо доказать? Да ничего это, блядь, не значит. Это ничего не значит, вообще ничего не значит, блядь. Это ничего не означает. Все, поехали. Да нет, я просто глубочайшим образом презираю обоссанную тупую аналитическую схоластику. Это просто дебилизм, на мой взгляд. Категорический дебилизм. Сейчас они будут выспрашивать, а что это значит, а что то значит, блядь, а что так, да-да-да-да-да, блядь. И, короче, опять в своих словах будут утопать до бесконечности. То есть бесконечный тупой пиздоболизм, который ни на чём не базируется. Просто ни на чём не базируется. Просто лишь бы попиздеть, да, просто пообмениваться какими-то символами, словами, там, не знаю, посылка 1, посылка 2, посылка 3, блядь, вывод и так далее, так далее, так далее. А нахуя это делать нужно? Ну, вообще непонятно, на самом деле. Просто нужно, просто так сказали наши отцы-основатели. Что значит доказать, блядь, что значит доказать, блядь. Челы не понимают буквально одного единственного факта, что скептик слово доказательство может понимать в миллиарде разных значений, в миллионе, блядь, разных значений. Причём, соответственно, в каждой системе мысли под словом доказать будут пониматься абсолютно разные вещи в данном случае, да. Но почти всегда это будет обозначать, показать достоверность, да, например, то, что это истина. Привести к значению истины, например, вот это равно истины, всё. Не, просто опять же важно понимать, что все эти шизо-логики, они к языку относятся не так, как здоровые нормальные люди, не так, как философы, что тоже важно подчеркнуть. То есть, у них это просто формальная система получается, неживая, мёртвая формальная система, в которой, ну, короче, математика, короче, вторая математика у нас получается в языке, и всё. И больше ничего в нём нет. То есть, связь с образами мы здесь не рассматриваем, то есть, мы здесь не рассматриваем какие-то другие альтернативные вещи, там, типа, возможных, там, интуиции, ещё каких-то хуицей и так далее, так далее, так далее. На всё просто похуй. На всё просто похуй. Чисто, чистый пиздоболизм, да. Критика чистого пиздоболизма, к сожалению. Да нет, просто действительно, по-моему, тут большая проблема заключается в том, что аналитики, по большей части, но, я даже не знаю, как это сформировать, они, что ли, аутисты, вот, аутисты, наверное. Ну, в том плане, что это люди, которые не собираются понимать тот смысл слов, который вы вкладываете, если вы не даёте ему чёткого определения, которое они хотят от вас услышать, да, потому что, если вы не дадите чёткого определения, это не войдёт в их обоссанное, собственно. Это аналогические структуры, и тогда они не смогут его анализировать. Просто большинство людей, большинство философов, они обычно не дают определения даже всем основным терминам. И это нормальная ситуация. Вы должны понимать по контексту, да, то есть, почему я называю их аутистами, по большей части, да, потому что эти аутисты, они не понимают контекст. Или не хотят его понимать. Они хотят контекст, по сути, чтобы вы ему полностью развернули. Но на самом деле, когда вы будете его разворачивать, вы, скорее всего, совершите какую-то ошибку. Вы какую-нибудь ошибку, соответственно, совершите, и они до неё доебутся, и будут говорить, какие они умные, и какие они классные. Вот всё. Вот на этом всё обычно и заканчивается. Потому что, ну, беседы с аутистами, они вот такие вот. Очевидно. Да, аналитики заперты в своём дискурсе и не воспринимают чужие, поэтому, ну, путь для дискуссии полностью закрыт. Потому что мне тут, опять же, видите, заявляют. Шат, ты вообще-то должен по нашим правилам, мы тут, блядь, логики, ты должен по нашим правилам тут всё нам взять и разъяснить и объяснить. Да, что значит доказать, блядь, а что значит показать, а что значит вот это вот. А как ты будешь доказывать без системы? Доказать или ещё что-нибудь? Короче, людям говорят, ваши правила игры, судя по всему, хуйня. А тебе говорят, а ты по нашим правилам игры докажи, что это хуйня. А я говорю, ну, уважаемые, чисто на таком философском уровне я не могу, в общем, согласиться с тем, что ваши правила игры вообще имеют место. Всё. Вот как бы, да? Вот не могу этого сказать. А ты нам докажи по нашим правилам. Я говорю, я сомневаюсь, уважаемые, я не говорю, что это точно, да, я не настаиваю на том, что это точно, я говорю, что я просто сомневаюсь. А что такое, блядь, сомневаюсь? Это запереться в манимирке, блядь, своём? Запереться, блядь, в манимирке, это такое, блядь, какой нахуй манимирок? Какой мир, блядь, вообще у скептиков? Что, блядь, за хуйня вообще была произнесена? Ну, это странно. Или проще. Да, даже не просто так. Ты не просто, Илья Королёв, должен доказать, играя в шахматы, что шахматы не работают. Ты с помощью шахмат должен, видимо, доказать, что шахматы не работают. Я не знаю, как это, блядь, должно работать. Вот вам буквально говорят, ваши шахматы хуёвая игра. Да, ваша хуёвая игра. Вы говорите, что шахматы, они развивают ваш интеллект, но я что-то не видел ни одного шахматиста, который великий учёный, великий стратег, поэт, истины достиг, там, всех выебал, философом стал и всех разъебал. Да, не видел ни одного такого шахматиста. А вы говорите, что они прям мега развивают ваше, там, допустим, творческое мышление. Ну, вы же проёбываетесь в таком случае. Да, вы такие, нет, только с помощью шахмат можно шахматить и мыслить, блядь, и так далее, и так далее, и так далее. Какая-то вот такая вот аналогия в голову приходит. Представленная универсумом 08. Отметим, что классический объединительный функтор «все», представленный в суждении «все с есть п», не вполне корректен, поскольку понятие «все металлы» — это строго... Причём я как бы, в принципе, не то, чтобы сильно агрессивен к логикам. А, вот. Сомнение перекладывает время доказательства на догматика, получается? Ну, скептик может доказывать противоположную точку зрения. Догматик, например, выдвигает свои аргументы, скептик может им противоречить. В этом нет никакой проблемы. Но просто если догматик ничего не выдвигает в ответ, скептик его, конечно, мог бы покритиковать, и может, и, скорее всего, будет его критиковать, да? Но, в принципе-то, не обязан. Сомнение поддерживается не на том, что, собственно, он выступает против, да? И он должен доказывать своё сомнение. Сомнение доказывается отсутствием доказательства противоположной позиции. По доказательствам можно понимать вообще всё, что угодно. Но в данном случае подразумевается совпадение с истиной, в любом случае, да? Как это доказать, уже хуй знает. Скептик может противопоставлять другие системы доказательств и так далее, при этом сомневаться во всех системах. Ну, например, когда речь касается индийской логики, индийская логика, ну, как мне видится, она тесно сплетается с феноменами, с феноменальным миром. И, на мой взгляд, этот подход, как минимум, да, он имеет большее соприкосновение с реальностью, ну, то есть с феноменами, с наблюдаемой реальностью, чем формальная логика. Формальная логика так вообще от реальности. Оторвана ей как будто бы вообще по хуям. Ну как, шиска или шизуха? Здесь я мало в чём разбираюсь. У человека своя логическая система. Вообще неплохо было бы её полностью освоить перед этим. Ну да, зато не аналитики хорошо разбираются в дискуссии логики настолько хорошо, что забанили за простой вопрос. В математике нужно доказывать существование объектов с заданными свойствами, в отличие от шахмат. Так математики никаких объектов не существует по-настоящему, Портамас, и в этом проблема. Ну да, зато не аналитики хорошо разбираются в дискуссии логики. Ну да, зато не аналитики, философы, они её хотя бы проходят. Они хоть какое-то представление о логике имеют Портамас. То есть, понимаете, тут как-то так, какой-нибудь математический логик, например, может вообще не изучать историю философии, нахую все это вертеть и со своими в кавычках аргументами пытаться вклиниться вообще в любой дискурс, вообще ничего нигде не понимая. Как вы, например, в скептицизме, судя по всему, не понимаете, раз не можете определить статус сомнения как такового. Я не знаю, Ванетт, Поппер мне не кажется логикодрочером, у него как раз наоборот есть такие подкопы к формальной, ну не формальной, к индуктивной логике как минимум, но и чтобы он много логикой занимался, я у него не припоминаю этого Ванетт. Тут как бы так, понимаете, в чем дело, аналитики-то вообще принципиально, они даже признают, что они просто в кавычках континенталов, они не читают, вообще не читают, просто даже незнакомые. Какой-нибудь Ницше, дай бог, там мимо проходили, поржали над Ницше и пошли дальше, как бы, вы понимаете, в чем дело. То есть, в то время как, в кавычках, не аналитики, то есть континентал и остальные, они изучают как минимум целый семестр логику, что может быть и немного, и можно было бы изучить лучше, но изучают. В то время как, собственно, аналитики хуй могут на все это забить, хотя тоже, хотя тоже кое-что изучают, безусловно, кое-что изучают. То есть, я не буду говорить, что вот в мире, в Америке, в Англии вообще ничего из этого не изучают, но все же, но все же. Ну, тут такое, тут такое, более того, да, мне, например, для критики логики не нужно знать логику от слова совсем, потому что я не задаю вопросы непосредственно в какие-то, про какие-то вот квадраты, например, не задаю вопросы про какие-то другие вещи. Я буквально задаю вопросы к банальным, базовым, в общем-то, законам логики. Первым трём, во-первых, да, и к их отношению к реальности. Если они к реальности не относятся, нихуя не понятно, как они хоть что-то доказывают, и нахуя они нам нужны. Вообще непонятно, зачем, как познание с помощью логики может, в принципе, работать, если логика не имеет никакого отношения к истине. А если вы хотите сказать, что логика складывает дискурс хорошо и правильно, ну тогда тоже непонятно, потому что большинство людей логикой не владеют на самом деле, да, то есть с помощью логики вы вряд ли найдёте общий язык с другими людьми, потому что большинство людей логикой не владеют, она им особо не нужна, и, соответственно, это средство для того, чтобы найти общение с группировкой логиков. Всё. Группировка людей, которые увлекаются логическими всякими построениями. Это единственный дискурс, где это будет оптимально. Даже в науке это будет не так оптимально, по большей части. Там математика благо есть. Ну как благо, не благо. Да и выводы в науке делаются немножко более спонтанно, чем по чисто логическим каким-то законам. Так что здесь в чистом виде вообще похуй. Логика довольно такая, ну, вот... Да, далеко, короче, не всеми она употребляется. Да, то есть логика как средство дискуссии. Лол. Риторика чаще используется. Верер Пол. Философия к логике не относится, пишет. Ну, какие-то направления относятся, но всё равно важно заметить, что... Ну, в России у нас аналитическая философия не особо прижилась, по крайней мере, на данный момент. На данный момент у нас из людей, которые интересуются аналитической философией в академических структурах, это... Я на вскидку трёх человек вспомню. Ну, их больше, конечно, но на вскидку хороших, больших мастеров, авторов. Человека три я вспоминаю. Четыре. Четвёртого вспомнил. Четыре, блядь, человека, да? Четыре больших имени по всей аналитической философии я припоминаю. По Хайдегеру я знаю больше. По одному, по одному только Хайдегеру, чтобы вы понимали. По постмодернизму. Постмодернизм, как бы, смотрите, сравниваем постмодернизм, которое направление континентальной философии, по сути, да? И, соответственно, аналитическая философия, которая просто отдельное крыло, да? Ну, я тоже их больше в России назову. Любители постмодернизма среди академических мыслителей, авторов. Таких вот больших, крупных профессоров каких-нибудь. Вот. Не густо, короче, не густо. И, соответственно, тут, как бы, понимаете, нашим русским логикам, в общем-то, нашим русским логикам, им приходится сожительствовать с людьми, которые по большей части логику не особо любят. Да, представители, с представителями всяких иррациональных дискурсов, ну, постмодернизма, например. Я, кстати, наоборот, вполне допускаю иррациональные дискурсы. Я скорее, ну, нет, я скептик, конечно, но я скептик, который в своей аргументации чаще всего склоняется к иррационализму. Вот. В своей аргументации склоняется к иррационализму. Круто сказано. Ну, в общем, вы поняли. И в этом плане, ну, вот как-то вот оно вот так вот. Причем, Фротомас, те большие специалисты, о которых я говорю, это по большей части историки аналитической философии. То есть буквально историки. То есть буквально историки, да, как бы. Вот. Вот, как бы, да. Да, то есть я не имею в виду больших специалистов, которые реально большой логик внес гигантский вклад в логику и просто охуенный чувак здесь, да, и шарит, соответственно, как бог в своей теме. Потому что создатель чего-то там, да. Я говорю про больших специалистов аналитической философии, по большей части в аналитической философии, как именно историков аналитической философии. То есть у нас среда, она даже такая, у нас среда довольно странная, и поэтому она, наверное, не особо располагает развитию логики как таковой. Просто потому что, смотрите, да, неплохо было бы логику к математикам отправить, но они у нас на философских факультетах. Упс. Упс, короче. Упс, с одной стороны. А у нас на философских факультетах, блядь, иррационалистов просто дохуя и больше. Там всякие экзистенциалисты там толпой сидят, типа там хейдегирианцы толпой сидят, там постромантики какие-то наши там толпой сидят. Шансов мало, на самом деле, в академическом дискурсе, но тоже, наверное, есть. Постструктуралисты, постмодернисты и так далее, так далее, так далее. Все тоже присутствует. И вот как бы... И логики, блядь, и логики такие, блядь, сидят такие, сука, блядь, что мы тут делаем нахуй? Короче, довольно странно. Тут вот как-то вот так вот оно выглядит у нас. В скобках универсум 0,5 при заданных значениях переменных будет звучать так. Понятие жидкое. Не, серьезно, мне действительно очень нравится идея того, что в американских вузах, ну, в американских иностранных вузах зачастую логику просто нахуй в математику выбросили. Им там на самом деле место, они там лучше себя от всего чувствовать будут. Им там приятно, им там хорошо, они там со знакомыми людьми, в общем-то, со знакомыми интересами похожими взаимодействуют, обитают, подпитываются энергией. А на философских факультетах это, ну, как бы, ну, непродуктивно, мне даже кажется. Просто мега непродуктивно. Тут у нас как бы лекция по философии и кино, которые преподают по жилю делезу, а с другой стороны логика, блядь. А они как бы вот тут, ну, вот как бы, блядь, сука, как? Как они вообще рядом могут находиться? И Y относится как к металлам X, так и к бетонам, не X. Частные понятия будут представлены двумя суждениями. Понятие жидкое относится к бетонам, не X. Ну, да, 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 да. Ну, просто у нас на философских логике, они вот, они сидят у нас, ну... Ну, я, короче, вот, я раскрыл. Скорее всего, у нас тоже на математические... У математиков тоже есть своя математическая логика же. Ну, там, скорее всего, тоже есть логики какие-то. Но все-таки...